Третий номер я выбрал, так как с детства наблюдал за игрой своего кумира, можно сказать, баскетбольного Алина Аверсона. Он игрок в Филадельфии 76ers. Нравится его стиль игры. Также выбор третьего номера имеет определенный символизм. Мой первый тренер, он же мой отец, Алексей Карпенко. Третье число — это дата его рождения. На самом деле я меломан. Могу послушать от классической музыки до хип-хопа, рэпа, рок. Все это есть на плейлисте. Люблю слушать даже классическую советскую эстраду. Например, Муслим Магомаев. Русский рок, пикник, ДДТ. Все это есть. Все слушаю. На самом деле тренер не балует нас комплиментами, но если ты заслужил, он обязательно скажет тебе добрые слова. Что-то в духе «браво, Вова», «хороший пас». Давайте я назову серию прошлогоднюю «Зенитом». Достаточно хорошо наша команда играла, одержавала победу. Интересное противостояние было наблюдать. По ситуации, если игра располагает в броску, я выберу бросок. Если в передаче, то отдам передачу. Ближе мне, конечно, бросок. Я люблю забивать. Особенно трех из трехочковых дриблинга. Что-то около 47 очков. Это был Ростов, откуда я родом. Город Ростов-на-Дону. Выступал там по любительской лиге. Играли с командой, называется она «Ростовские жуки». Даже сейчас помню. Я тогда был в огне, набрал 47 очков, и мы выиграли с разницей 5 очков. Как я играю на позиции разыгрывающего, я стараюсь наблюдать именно за этими игроками, за разыгрывающими. Если брать по хронологии, то очень нравилась игра Холдена, Теодосича. Дальше уже мне очень нравился Серхио Родригес, Нандо Даколо. Те, за кем стоит наблюдать. Те, у кого есть чему научиться, сто процентов. Очень классные игроки, профессионалы, лидеры Евролиги. На самом деле стараюсь быть разносторонней личностью, увлекаюсь многим. Та же музыка, кинематограф. Люблю почитать. Но есть одно хобби, которому уделяю больше внимания. Это китайские чайные церемонии. У меня есть специальная посуда, специальный китайский чай, чайная доска, благовоние. В свободное время люблю устроить для себя церемонию. Могу позвать друзей, товарищей по команде. Он отвлекает от ежедневной рутины, помогает восстановиться. Всем советую. Что-нибудь про баскетбол. Последнее, что посмотрел, это документальный фильм «Противостояние Коби и Леброна». Мне понравилось. Также люблю посмотреть семинары различные, тренеров. Можно почерпнуть для себя много нового, полезного, как в тренировочном процессе, так и просто по восстановлению узнать что-то новое. На самом деле, как повар, я не силен. Мои амбиции закончились в детском возрасте. Перестал готовить, как-то немного обленился. Ну и в еде я непривередлив, предпочитаю домашнюю кухню. Мама любит порадовать вкусной пиццей. Бабушки угощаются замечательной жареной картошкой и борщом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова